На телеканале Кубань24 продолжается тема дня. Спасибо, что вы с нами. Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не собирать грибы, ведра и полиэтиленовые пакеты, так как это приводит к порче грибов, а пользоваться плетеными корзинами. При заготовке и приготовлении обязательно подвергнуть грибы кулинарной обработке и каждый вид готовить отдельно. Тем временем Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю предупредил об опасности употребления в пищу грибов, собранных в Крыму. Все они являются условно съедобными. Дело в том, что отравиться можно как ядовитыми грибами, так и условно съедобными, и даже съедобными грибами из-за нарушения технологий их приготовления. Так, в прошлом году на полуострове было зарегистрировано три случая подобных отравлений. Ведомстве советуют покупать искусственно выращенные шампиньоны и вешенки в магазинах. Кроме того, Роспотребнадзор опубликовал памятку по сбору грибов, а также рекомендации по их покупке. Ежегодно в России регистрируется порядка 1 тысячи пострадавших от отравления грибами и около 30 случаев заканчиваются летальными исходами. Поэтому мы не устаем предупреждать, а вместе с нами и наш эксперт у нас в студии Анна Дьякова, специалист-эксперт отдела надзора за питанием населения управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю. Анна, здравствуйте, спасибо огромное, что пришли. Я просто вот каждый год, сколько уже работаю, каждый год, мне кажется, мы делаем программу о том, что не покупайте грибы, лучше не собирайте. И все равно, мне кажется, статистика, вот она из года в год одна и та же, то есть люди все равно собирают, покупают и отравление, а то и летальный исход. Да, действительно, но это абсолютно не является причиной останавливаться, нужно продолжать работу. И мы работаем, вы сами сказали, что вот у нас пресс-служба, она активно работает и на сайте Роспотребнадзора, постоянно какие-то памятки, да, то есть мы призываем людей быть осторожными и бдительными. Есть какая-то статистика, вы ведете, не знаю, может быть, регионы или районы Краснодарского края, раз вы по краю работаете, может быть, грибы, да, есть какие-то, которыми чаще травятся жители Краснодарского края, ну, что-то вот связанное с этим. Ну, статистику в отношении вида грибов, которыми чаще всего травятся, мы не ведем, но ведем по случаям отравления, например, в прошлом году у нас было около 20 случаев отравления грибами, в основном это были взрослые люди, и причиной отравления была покупка уже готовой грибной продукции, то есть это закатки какие-то, консервы, да, на несанкционированных точках торговли. В этом году около 15 случаев уже произошло. То есть уже 15? Да, за полгода, ну, примерно. Но это тоже в основном какие-то закатки домашнего происхождения. А это в основном те грибы, которые, наверное, не знаю, продают, вот я просто массово их вижу вдоль дороги, когда едешь, особенно на море, там, мне кажется, целые павильоны стоят с этими закатанными, мед и грибы, это там в основном покупают? В основном, да, на таких местах, то есть это люди, которые сами по себе вышли в лес, без каких-либо лабораторных подтверждений, да, потом этих грибов, что они качественные и безопасные, приготовливают их или в сыром виде продают их, как сырье. И вот такой продукции, да, действительно можно отравиться. Ну, есть случаи, когда люди собирают грибы, да, и в итоге готовят их дома, сами готовят, сами собирают. Да, разумеется. Чаще всего это именно такие случаи. С нами на связи сейчас старший преподаватель кафедры биологии и экологии растений Кубанского государственного университета Доминик Павлович Касанелли. Доминик Павлович, здравствуйте, добрый день. Добрый день. Прочитал такое мнение, что вообще никакие грибы, учитывая нашу экологию, собирать в лесу и готовить нельзя, потому что все это опасно для здоровья. Вот хотели бы подтвердить у вас эту информацию или опровергнуть? Частично подтверждаю, но если вы готовы рисковать, готовы, вернее, подготовлены точно знать грибы, то это прекрасный продукт. Но тут надо точно знать, что вы собираете и как готовить. Доминик Павлович, но есть мнение, что сейчас, учитывая, как я уже говорил, сложную экологическую ситуацию, даже съедобные грибы могут привести к каким-то не очень хорошим последствиям? Конечно. И даже очень опасным последствиям. Почему? Ну, во-первых, собирать грибы на полях, которые обрабатывают химией, вообще нельзя, потому что микориза, извините, мицелий гриба на несколько десятков метров расходится в сторону и впитывает все химические элементы. И, естественно, это на плодовых телах тоже отражается. И поэтому отравиться съедобными грибами легко. Около дорог, около химических каких-то предприятий, металлургических предприятий, все это очень опасно. Конечно, и если говорить о Кавказе, то на Кавказе очень много похожих на съедобные грибы, но ядовитые. Ну, например, целый, ну, как сказать, ряд грибов, вот, паутинники. Они очень похожи на млечники, они похожи на рядовки, на другие. Но они ядовитые, в отличие от тех, которые я перечислил. И поэтому только хорошо подготовленный специалист может различать их. А лучше все-таки, да, подводя итог разговора с вами, лучше вообще не рисковать и никакие не собирать и не готовить. Это естественно. Это естественно. Конечно, остановить людей трудно. Ну, тут надо учитывать желание и то, что, ну, как вы представляете, здоровье свое, да? Лучше поберечь здоровье, конечно. Спасибо, спасибо огромное, Доминик Павлович, что вышли с нами на связь. Специалист Роспотребнадзор тоже подтверждает, да, что даже съедобные грибы сейчас могут привлечь, привести к каким-то печальным последствиям. Действительно, внешние факторы могут повлиять на качество грибов, как уже сказал, да, человек нам о том, что вдоль федеральных трасс выхлопные газы, тяжелые металлы, да, грибы очень хорошо впитывают все, все эти вещества. Тем не менее, хорошо, грибы продают, да? Да, раз продают, то, ну, по идее, по логике, должна быть какая-то документация, не знаю, там, может быть, подтверждающая, что они безопасны. Можно, придя на рынок и у продавца грибов, потребовать какие-то сертификаты, может быть? Да, действительно, существует ветеринарно-санитарная экспертиза, то есть на рынках и ярмарках продукция грибная, она должна провериться, и выдается, скажем так, ну, разрешение на торговлю в течение суток. Потому что грибы являются у нас скоропортящимся продуктом, и рекомендуется, в принципе, если ты собрал или купил грибы, приготовить их в этот же день, то есть не подвергать их длительному хранению. Ну, тем не менее, вот, я о чем вначале говорил, специалисты все-таки советуют, если покупать, то покупать грибы, которые выращивают фермеры, да, это... Безусловно. Вешенки и шампиньоны. Да, то есть это в условиях искусственно созданных, где не будет никакой угрозы, да, возникновения их. Здесь тоже надо перестраховываться и спрашивать сертификаты, или, в принципе, здесь уже... Лучше всегда спрашивать. А, оказывается, что практика показывается? Люди спрашивают, есть такие дотошные покупатели, которые интересуются, или все-таки их очень мало? Ну, действительно, грамотность людей в отношении вообще продукции, да, в Российской Федерации, в нашей стране, как бы увеличивается. Чаще и чаще люди задаются вопросом, а что это и откуда это? И есть ли какие-то документальные подтверждения? Анна, все-таки, возвращаясь к началу нашего разговора, да, тем не менее, какое-то определенное количество отравлений, да, людей грибами, оно было, так оно из года в год, в принципе, стабильно, да, оно не меняется, меньше не становится? Стабильно. Это, не знаю, какая-то, опять-таки, хотела узнать, это местные жители, это приезжие, вот здесь вот выясняете как-то, нет? Нет, к сожалению, нет. Это если, как бы, есть какое-то отравление, то есть в Краснодарском крае, или, в частности, в Краснодаре, проводятся эпид-расследования, да, в основном это люди местные. Ну, если у нас есть эпид-расследование. А что такое эпид-расследование, как оно проходит? Эпидемиологическое расследование, это основание... Выявляется факт, да, в больницу поступает человек? Да, поступает человек в больницу, больница усведомляет нас с экстренным извещением, и в таком случае мы выходим и к этому человеку, собираем анамнез, что он ел, причины, откуда эти грибы, если это действительно грибы, подтверждается или провергается, если есть какие-то остатки, например, продукции, да, банки, ну, чаще всего это, как я говорила, уже консервы домашнего приготовления, то эти остатки изымаются, и в лаборатории уже проводится экспертиза. Но дело в том, что существует же при закатке еще есть такое заболевание, как ботулизм, да, мы услышали, то есть это не только грибы, конечно, могут быть в этой банке, но чаще всего это заболевание возникает вследствие поедания грибов закатанных. Если выявлено, что в этой банке были ядовитые грибы, то нужно же установить еще и продавца, найти эту точку, где покупали грибы. Разумеется, это тоже. А это же не всегда может быть, ну, понятно, да, где-то ехал вдоль дороги, а их рыночков много, где-то купил. К сожалению, да, в таких ситуациях, то есть эта информация сообщается в федеральную службу, то есть в Москву, да, в администрацию, то есть в муниципальное образование, и уже как-то совместно... Еще один эксперт с нами на связи, частный предприниматель, который занимается выращиванием грибов, Сергей Владимирович Гец. Сергей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Роспотребнадзор настоятельно рекомендует покупать только вешенки и опята. Я так понимаю, что вы рады таким предупреждениям? Да, конечно. Шампиньоны и вешенки, да, но я знаю, что и опята выращивают тоже сейчас. Да, сейчас мы начинаем новые виды грибов выращивать. Сергей Владимирович, скажите, эти грибы, они стопроцентно безопасны, или может быть какие-нибудь нарушения технологии, или может быть плохая какая-то среда рядом, и они тоже могут таить какую-то угрозу? Ну, грибы вообще такой продукт, который впитывает с окружающей среды все вредные вещества, поэтому я бы не советовал всем собирать где-то по дорогам грибы, где-то возле заводов. У нас производство экологически чисто, используем только воду, пар и воздух. Все, и проверяем регулярно грибы, каждый день сдаем в лабораторию на рынке, сертификацию проходим. То есть я 100% гарантирую, что наши грибы экологически чистые, безопасные. Сергей Владимирович, ваши грибы, мы вот по поводу вашей фермы, да, никаких вопросов нет, вы соблюдаете все технологии. Я хотел бы спросить, ну, есть же недобросовестные фермеры, все-таки, если вдруг технология будет нарушена, рядом какое-то опасное производство, может быть вот те же самые вешенки и шампиньоны быть опасны для здоровья? Да, вполне могут. Могут быть. Да, потому что, да, могут использовать недобросовестные производители химию для обеззараживания субстрата. Ну, это можно выявить по запаху на рынке. Понюхайте просто грибы. Если они хорошо пахнут грибами, значит, в принципе, это первая причина, ну, как первая причина, в которой можно купить эту грибы или не купить грибы. Потому что если их химию добавляют, там неприятный сразу запах какой-то, ну, аммиак, фундазол, там такой запах неприятный появляется. Ну, а по поводу запаха и вкуса. Некоторые гурманы говорят, что, ну, лесной гриб не сравнить с тем, что выращивают на фермах. Или сейчас все-таки технологии не стоят на месте, и, возможно, вы будете выращивать, там, не знаю, и белый гриб, опять уже выращивать, не знаю, лисички, и что-то там еще, подберезовики, подосиновики. Ну, да, технологии на месте не стоят, но некоторые грибы невозможно пока выращивать в искусственных условиях, такие как белые лисички, но много грибов сейчас культивируется. Мы сейчас еще запускаем новые виды грибов, это шиитаки, ринги, еще несколько видов опят попробовали, получается, сейчас вот под них готовим помещение. Вот эти новые грибы, они, конечно, очень вкусные, составят очень большую компенсию лесным. Скажите, вот сейчас очень модно в различных кафе, с азиатской кухней, там вот такие черные древесные грибы, это тоже вы выращиваете? У нас пока начинаем выращивать маленькое производство, это все импортные грибы в основном привозятся в Китае, в Корее, да, в этих ресторанах восточных, потому что только-только начинается выращивать, вот мы не в первых краях. Нужно создавать конкуренцию, что покупали у нас, а не везли из Китая? Ну, конечно, конечно, будем стараться. Спасибо, Сергей Владимирович, спасибо огромное, что вышли с нами на связь. Анна, еще один вопрос, я просто начинал с того, что Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не собирать грибы и еще предостерегал по поводу ягод, да, я понимаю, что ягоды это тоже еще отдельная беда. Ну, действительно, да, потому что все мы знаем, что и съедобные, и несъедобные ягоды, и также ягоды, и как и грибы способны накапливать вредные вещества, те же самые радионуклииды, да, тяжелые металлы, поэтому действительно мы об этом тоже предупреждаем. И много таких случаев? Ну, на самом деле нет. Не много? Очень даже немного, да, потому что, ну, у нас все-таки в крае не так сильно распространено, да, сбор ягод, да, как грибы. Спасибо, спасибо, я понимаю, что еще до осени, а осень начнется там отдельный сбор, то есть будем предупреждать и дальше, и ваше ведомство, и наши телекомпании будем делать об этом программе. Спасибо огромное, Анна Дьякова была у нас. Спасибо.